Привет! Девочка Нана нарисовала для меня рисунок, а я рисую рисунок для нее. Рисуем, а она попросила нарисовать снеговика. Рисуем снеговика только масляной пастелью. Ничего другого, я использую для него инфломастер, я отодвину. Рисуем масляной пастелью. Я думаю, у нас получится хорошо. Мы нарисуем совсем-совсем маленького снеговика. Сначала рисуем ему голову. Такую голову, голову, голову. Теперь рисуем тело, тело, тело. Примерно такого же размера тело. И немножечко, как ты видишь, вот здесь оно пересекается с головой. Рисуем ему сразу две руки, два шарика. И две ноги, два полушарика, таких полушарика. И здесь их подчеркнем. Вот такой у меня снеговик, он очень простой. У тебя его получится. Голубой пока уносить не будем. Теперь нарисуем елку. Сразу же елку, 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 елку. Елка вот здесь будет стоять. И она немножко будет заходить за снеговика. Нарисуем низ елки. И точечку, где ее вверх. А теперь покажем, вот так она расходится. Сюда, 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 сюда. А здесь уже не видно. Понимаешь, получается вот так. Нарисовали елочку, и она такая простая. Вот здесь можно показать, чтобы ты видел, что она там идет сзади снеговика. Тоже, да? Она есть, но мы ее пока рисовать здесь не будем. Отлично. Зеленый тоже не убираем. Сразу достанем коричневый. И нарисуем ствол нашей елочки. Вот так вниз идет. Вот он, сюда, ствол. И его сразу можно закрасить. И начинаем уже закрашивать наш рисунок. Раскрашивать, закрашивать, накрашивать. Закрашиваем, раскрашиваем. Все голубым. Вот так голубым, голубым, голубым. И вот такой веселый голубой снеговик. Мы добавим немножко синего. Немножко голубого. Такой вот веселый голубой снеговик. Получился здорово. Сразу возьмем оранжевый. Яркий, яркий оранжевый. И сразу сверху прям вот так вот нарисуем оранжевую морковку. Оранжевая морковка. И не заканчивая с морковкой, сразу же нарисуем ее водочку и красным. Мне кажется, это еще лучше проявить нашу морковку. Будет отлично видно. Теперь возьмем черненький и нарисуем глазки. Два черненьких камушка. И ротик. Улыбочку. А теперь можно взять тот же самый красный, который мы уже брали, и нарисовать шапку. Шапку мы рисуем вот здесь. Шапка вот так. Раз, идет. А теперь сюда и сюда. Треугольник такой получается. Колпачок с шапкой. И она у нас будет в полосочку. Здесь у нее красная, белая, красная. А здесь бубончик. Рисуем бубончик. И также можно нарисовать шарфик. Вот этим же красным сверху прям нарисовать шарфик. Отлично будет у тебя рисоваться, если ты рисуешь масляной пастелью. И вот тут даже как он идет. Так, 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 так. Шарфик. Нашему снеговику тепло. Зимой тепло. Ему зимой тепло. Берем желтый, раскрашиваем. Отлично получилось. Теперь берем зеленым и закрасим всю елочку. Это немножко сложно. Она большая у нас получилась. Но ты постарайся, не спеши, не дави сильно на мелок и раскрашивай, 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 раскрашивай. И у тебя получится. И может потом посильнее надавить, уже в конце ввести. Такая вот елочка. Теперь возьмем синий цвет. Синим цветом мы обведем нашего снеговика, чтобы его было очень хорошо видно и что наша работа такая законченная будет. Такой вот синенький морвили и можно немножко добавить тени. Если тебе хочется, то ты можешь плашмя положить мелок и вот так провести не сильно давя. Получается здорово. Нашу елочку тоже можно обвести синим. Она очень-очень нарядная. Пока что без наряда, потому что снеговик ее не украсил. Но может быть мы нарисуем один кружочек, один шарик, один всего лишь. Потому что в лесу не так много елочных игрушек. Давай одну нарисуем. Новый год. И еще не скоро. Еще нам учиться и учиться, ходить в садики и много чего делать. Но мы уже нарисовали одну елочную игрушку. Теперь нарисуем улыбочку нашей елочке и глазки нарисуем. Она довольная, улыбается и очень-очень ждет вас, ребят, на Новый год. Что будем весело праздновать Новый год. Вот такой простой рисунок я нарисовал для девочки Наны. Рисуй со мной, участвуй в моих конкурсах в Инстаграм. Это легко найти меня. Рыбакит пап рисует. И у тебя будут получаться такие простые, веселые рисунки. На Новый год будет много рисунков. Это точно. А вообще рисунков всегда много. Так что у меня даже времени нет их публиковать. Но я очень стараюсь, чтобы всех вас завлечь, ребят, больше рисовать. И если вы уже почти думали, что я закончил, это так и есть. Но можно нарисовать уже зимнюю картину с большими и маленькими кружочками снега. И тогда это будет супер красиво и закончено отлично. Спасибо, что рисуете со мной. До новых встреч. До новых встреч.